Всем здравствуйте! Сегодня 26 марта и мне в очередной раз хочется немного рассказать о своих планах на ближайшую неделю-две, поскольку вот уже март на исходе, впереди у нас апрель. Работа, конечно же, у нас с вами, уважаемые цветоводы, прибавится, но и сейчас она кипит вовсю, поскольку и распикировать, вот лично у меня здесь как раз приготовлены емкости с растениями, с рассадой, которые необходимы именно сегодня распикировать. Здесь и колиус дракон, без которого также моя клумба уже в настоящее время никак не обходится, вот он подрос, конечно же, хочет, чтобы его пересадили в отдельные емкости. Здесь и лихнис, вот растение, которое в этом сезоне я пытаюсь вырастить впервые. Здесь эригерон, вот такой дремучий лес, уже, конечно, очень-очень тесно ему, и с начала марта посев производился 3-го числа, вот так рассада чувствует себя. По-моему, очень-очень неплохо, но пора, разумеется, пикировать. Здесь и два сорта петунии, вот она так у меня зашла, один профессиональный сорт зашел, так не очень дружно, но тем не менее, если камера покажет, 3 растения вот буквально несколько дней назад проклюнулись. То есть вот такая схожесть семян, об этом мы с вами уже неоднократно говорили. И это гелиопсис, 5 растений в настоящий момент у меня в итоге получилось. Думаю, что как раз сегодня пора уже, наконец, также перенести подросшие сеянцы по отдельным стаканчикам. И, разумеется, сегодня мне хочется рассказать о своих планах на ближайшее время посевы. Здесь, конечно, вновь новиночки, то, что я не выращивала никогда и пытаюсь в этом сезоне попробовать. Может быть, многие наши уважаемые зрители знакомы с этими растениями. Буду признательна, если, опять же, поделитесь своим опытом выращивания. Получилось, не получилось, потому что этот опыт бесценен. И в данном случае, вот что у меня здесь, можно видеть, это ратибиды колоновидные. Прошу прощения, может быть, чуть неправильно буду произносить, но, тем не менее, для меня это растение новое. Понравилось. Случайно увидев в книге и удалось найти мне эти семена, приобрела. Посмотрим, опять же, как взойдут. Хотя по отзывам и то, что удалось найти в справочной литературе и, конечно же, в сети, в интернете. В принципе, говорят о том, что растет оно достаточно быстро, весьма неприхотливо и цветет вот интересными такими цветочками. Далее, это арктотис. Вообще, конечно же, очень привлекательный окрас растению. Высота 35-40 см, ну, по крайней мере, по описанию от производителя. Это растение вообще многолетнее, но в нашей средней полосе, я думаю, буду выращивать его как однолетник. Ну, посмотрим. В любом случае, пока не попробуем, не узнаем. Мой девиз, да, и я думаю, многие также поступают. Опять же, для меня новая культура. Посмотрю, как на моих грядках он будет себя чувствовать и удастся ли вырастить, пока не знаю. Следующее растение – это калиптридиум зонтичный. Как я поняла, опять же, из описания, хотя оно здесь весьма такое скудное. Это, в принципе, замечательное растение для песчаных почв, для альпийских горок. Но почва у нас как раз на участке песчаные, есть места, где действительно такие открытые, солнечные. Хочу попробовать вырастить и посмотреть, что в итоге у меня получится. А далее – это тимьяна и орегано. Декоративные виды. Опять же, не могла пройти мимо, чтобы не приобрести, поскольку и тимьян, как пряную культуру выращиваю, уже неоднократно выращивала разные сорта. И однолетние, и многолетние орегано. Тоже очень интересно выглядит для вазонов. Хочу очень попробовать. Посмотрим, что в итоге у меня в этом сезоне получится. И следующее растение, которое однозначно я выращиваю в обязательном порядке, чтобы украсить свои клумбы – это сальвия. Как вы можете видеть, сортов у меня уже достаточно много. В любом случае, кто хоть раз выращивал сальвию, будь то более классический вид – это красный. В моем случае это два сорта – это скарлетт. Чаще всего она и встречается у нас в магазинах, может быть, немножко по другим названиям. И сальвия костер, они по высоте немного отличаются. Но, в принципе, замечательные растения, всем известные. Наши бабушки тоже выращивали на своих клумбах именно эту сальвию. Сейчас, конечно, в магазинах цветочных можно встретить из профессиональных серий преимущественно огромное количество всяких оттенков, видов сальвии. Можно, скажем так, подобрать на любой вкус, что вам больше нравится. Когда они говорят о том, что нужно выращивать сальвию и сеять ее в феврале, я, честно признаюсь, не тороплюсь. И уже проверено неоднократно, что посеянная сальвия в конце марта-начале апреля замечательно успевает подрасти, окрепнуть, я имею в виду, рассада. И в нашем случае высаживаем мы в открытый грунт не раньше середины мая, а то, бывает, даже ближе к концу месяца, поскольку все же возвратные заморозки возможны. И замечательно, очень декоративное растение, она у нас украшает наши клумбы, растет. И, скажем так, любоваться, любоваться, еще раз любоваться этим замечательным растением. Вот такие планы у меня на ближайшее будущее. А на этом сегодня все. Желаю вам красивых цветов и до скорых встреч!